Московские врачи пытаются спасти жизнь 15-летнему школьнику, который едва не сгорел заживо. Его доставили в реанимацию с ожогами 98% тела. Не исключено, что подростка облили керосином и подожгли тех, кого пострадавший считал друзьями. В этой шокирующей истории разбирается Следственный комитет. Подробности у Сергея Самохи. Тимур Финогин лишь на мгновение попадает в объектив камеры наблюдения. На бегущем подростке горит одежда. А началось всё несколькими минутами ранее на этой лестничной площадке. Были какие-то вопли, какие-то удары об двери, об стены, удары телом. Потому что чувствуется была драка. По словам Валерии Анатольевны, когда она посмотрела в дверной глазок, чтобы понять, что происходит, подъезд уже заволокло густым дымом. С пятого этажа, где всё и произошло, Тимур смог пройти два лестничных пролёта. Уже на четвёртом, на крики о помощи из квартир, выбежали люди и попытались потушить подростка. Однако в какой-то момент он вырвался и побежал на улицу. Именно родители Артёма пытались помочь незнакомому юноше, пока он вызывал врачей. Пока пострадавшего несли до машины скорой помощи, он уже в бреду повторял одно и то же. Он им говорил, отойдите, и зачем вы это сделали? Такие фразы он им говорил. Так что, судя по этому, мне кажется, что это не несчастный случай, а именно его намеренно подожгли. В уголовном деле пока свидетелями проходят двое друзей Тимура, которые были с ним в тот вечер. Олег и Камрон утверждают, что это был несчастный случай. Следователи тем временем выясняют, для чего у подростков была с собой канистра с керосином. Следователи также проверят условия жизни и воспитание подростков в их семьях. И сам обгоревший мальчик, и его друзья состоят на учёте в полиции. По словам мамы Тимура, всё началось год назад, когда сын завёл новых приятелей. Начал прогуливать уроки, потом бросил спорт и отказался поступать в школу Олимпийского резерва. Первый раз участковый посетил семью после того, как её сын попал в больницу с алкогольным отравлением. Уже через месяц у него нашли наркотики. Он ушёл полдесятого гулять и пришла к нам уже полиция, что ваш ребёнок отравился с феназипаном, с теми ребятами, где этот его одноклассник. По словам матери, запертый в своей комнате Тимур выпрыгивал к друзьям из окна второго этажа. Походу, психологу тоже не помогали. Вот эти три дня мне найти мне друга. Я говорю, ну ты же взрослый, у тебя было в начальном классе чуть-чуть не срослось, но в спорте друзей нет. Сейчас родным Тимура остаётся одно — верить в чудо. Юноша с сильнейшими ожогами пока в реанимации. Сергей Самоха, Егор Вожлецов, Дмитрий Щербаков и Алина Мелехова. Вести.